Добрый день, уважаемые коллеги! Я преподаватель и концертмистер Севастопольской музыкальной школы номер 6, Мирошниченко Елена Венисовна. Хотела бы вам сегодня представить доклад на тему специфика работы концертмистера в классе духовых инструментов. В своем докладе я рассматриваю такие вопросы. Первый – это исполнительские и методические особенности мастерства концертмистера, структура творческой деятельности концертмистера. Второй раздел – навыки и умения, необходимые для работы концертмистера. Третий раздел – специфика работы концертмистера в классе духовых инструментов, непосредственно тема. И пятый раздел – это особенности концертных и экзаменационных выступлений с учениками духового отдела. И хочу начать свой доклад с высказывания грузинского и российского пианиста, концертмистера, выдающегося, педагога Важи Чачава. Он сказал, концертмистер, пианист – это и солист, и равноправный партнер, и аккомпаниатор. Это три единства и составляет суть концертмистерского искусства. В музыкальном мире есть одна незаменимая для профессиональных музыкантов, но незаметная для любителей специально – это концертмистер. Каково же слово? Что означает это слово «концертмистер»? Оно имеет два значения. Первое – это концертмистер. Это первый скрипач-солист симфонического или оперного оркестра. Также музыкант, возглавляющий одну из струнных групп оркестра. Второе значение этого слова – концертмистер – это пианист-аккомпаниатор, разучивающий партии с солистами-инструменталистами. Вокалисты, духовики, струнники, хоровые коллективы не обходятся без поддержки портепианной партии. Концертмистер необходим на каждом этапе работы музыкантов – от выбора программы и разбора произведения до итога проделанного пути – выступления на сцене. Работа концертмистера предполагает знание специфики исполнения на солирующем инструменте, умение контролировать качество исполнения, понять причины возникновения недостатков в исполнении и подсказать при необходимости правильный путь к их исправлению. Особенно важна ответственная роль концертмистера при работе в детских музыкальных школах и школ искусств. Кроме выполнения учебных задач – это разбор нотного текста, выступления на сцене, исполнения музыкальных произведений в ансамбле. Необходимо отметить и просветительскую деятельность пианиста-концертмистера. Совместно с педагогом концертмистер приобщает ребенка к удивительному миру искусства, не ограничиваясь рамками музыкальной сферы, но при этом раскрывая и постигая мировое литературное и художественное наследие. Прежде чем перейти непосредственно к специфике работы концертмистера в классе духовых инструментов, рассмотрим исполнительские и методические особенности мастерства концертмистера, структуру творческой деятельности концертмистера. Какие же навыки и умения необходимы для успешной концертмистерской деятельности? Какие задачи нужно выполнять при работе с учениками? В чем сложности и особенности занятий с духовиками? И есть ли эффективные инновационные методы в работе концертмистера? Концертмистерское исполнительство является важнейшим видом практической деятельности музыканта. Неправильно считать, что оно играет лишь подсобную служебную роль в процессе исполнения. Напротив, концертмистер в процессе исполнения становится полноправным членом целостного и сплоченного музыкального единства. Понятия концертмистер и аккомпаниатор очень тесно связаны, но не дождественны. Концертмистерское искусство не ограничивается рамками аккомпанирования. Аккомпаниаторские навыки являются лишь частью профессионального концертмистера. Как я уже говорила, Ваше Чичаво, грузинский выдающийся пианист, концертмистер сказал, что концертмистер и пианист это и солист, и равноправный партнер, и аккомпаниатор. Это приединство и составляет суть концертмистерского искусства. Для учеников пианист становится музыкальным наставником вместе с преподавателем. Поэтому деятельность концертмистера не ограничивается успешным выступлением на сцене. Она многопланова и заключает в себе не только творческую, но и педагогическую направленность. Этот вид деятельности раскрывается прежде всего в разучивании с обучающимся нового репертуара. Специфика мастерства концертмистера в том, что оно требует от пианиста подлинного артистизма, разностороннего музыкального исполнительского дарования, понимания особенностей игры на инструментах в тех классах, где он работает, но в данном случае в классе духовых инструментов. Анализируя разнообразие и сходства особенностей работы на различных отделах, можно выделить несколько требований в деятельности концертмистера. Первое. Умение и готовность быть на втором плане. Отсутствие этого качества приводит к тому, что аккомпаниатор, аккомпанемент заглушает солисты, нарушает ансамбль и нарушает звуковой баланс. Второе. Предельно точно следование тексту, соблюдение динамики и агоники. Третье. Умение изменить и облегчить аккомпанемент написанным композитором, без учета технических неудобств пианиста и особенностей фортепианного исполнения. В частности, например, в процессе разучивания произведения с хором или с солистами можно применить метод вычленения сольной партии или хоровой партитуры, сводя фортепианную партию к основным гармоническим и ритмическим функциям. Этот метод предполагает наличие у концертмистера хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. Исполняя же эти произведения в концертном зале, концертмистеры должны создать полноценную звучность аккомпанементом, а в переложениях стремиться по возможности к оркестровой масштабности рояля. Четвертый пункт. Совершенно необходимо концертмистеру является развитое умение читать с листа и транспонировать. Особенно это чувствуется при работе в классе духовых инструментов. Там очень часто приходит у нас по нему. Пятое. Деятельность концертмистера часто приближает его по функциям к дирижеру. Следовательно, ему требуются такие черты, как дирижерская воля, ритмическая и темповая устойчивость, умение объединять ансамбль и всю форму исполняемого произведения в целом. Актуализация описанных требований возможна лишь при полном взаимодействии концертмистера с педагогами при абсолютном профессиональном единстве. Концертмистер в классе – это и помощник, и аранжировщик, репетитор, правая рука педагога, единое целое с преподавателем класса, целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи. Дополним, что концертмистер должен быть очень эрудированным музыкантом, в поле деятельности которого находится огромный и разнообразный репертуар. Елена Александровна Пономарева, это тоже выдающийся педагог, концертмистер, отмечает, что концертмистер должен иметь профессиональный комплекс, составляющими которого являются. Это любовь пианиста к концертмистерскому исполнительству. Пианистическое оснащение, без которой невозможно решение музыкальных задач. Чувство партнерства, сопереживания, умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям. Знание специфики инструмента, например, штрихи у струнников, дыхание у певцов и духовиков, а гогика у тех и других, тесситура у вокалистов. Быстрота реакции на сцене во время исполнения, дирижерское предвидение и предслышание, иногда спасающие ситуацию во время публичного концерта. Умея читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические комплексы, арпеджио, гаммы, особенно при чтении с листа, общая музыкальная эрудиция и знание музыки, больших музыкальных накоплений и рождается чувство стиля, меры, вкус. Это далеко не полный перечень необходимых профессиональных качеств, необходимых в работе концертмейстера. Важны также и психологические, и педагогические составляющие. Работа концертмейстера в разных инструментальных классах с хором или солистами, в классе хореографии или в работе со всевозможными коллективами имеет как общие, так и в каждом конкретном случае свои специфические особенности. Так какие же навыки и умения необходимы для работы концертмейстера? Чтобы все этапы работы над произведением прошли наиболее гладко, появляется необходимость использования на занятиях ряда специфических дисциплин. Важно применение сведений по курсам гармонии, сольфеджи, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, инструментальной литературы, педагогики в их взаимосвязи. Также на занятиях с учениками-инструменталистами важно проявление педагогического чутья и такта. Итак, концертмейстер это правая рука педагога специального класса. Немножко подробнее рассмотрим те навыки и умения, которые нужны концертмейстеру для работы именно в духовном классе. Первое, это чтение нот с листа. Ну, конечно, счастливый педагог и концертмейстер, чей класс богат учениками. Но это означает и обширный, разнообразный репертуар. Так важно подобрать произведение в соответствии с индивидуальными особенностями ученика, его характера, профессиональных возможностей, физиологических данных, хваткость, цепкость, непрерывность при исполнении произведения без предварительного, даже фрагментарного проигрывания на инструменте. Внимание при этом в фразировке солиста и ясное представление его партии. Выявление характера и стиля, выполнение авторских указаний, темповых изменений. Такова игра профессионального концертмейстера. Прежде чем начать аккомпанировать с листа на фортепиане, я не должен мысленно охватить весь нотный текст. Хотя не всегда это бывает возможным. Ставится нота и уже по ходу начинаешь весь текст определять, охватывать. Важно представить себе характер и настроение музыки, определить основной тонализ и темп, обратить внимание на изменение размера, темпа, тональности, на динамические градации, указанные автором, как в партии фортепиана, так и в партии солиста. Эффективным методом для овладения навыками чтения с листа является мысленное прочтение материала. При исполнении произведения следует предвидеть нотный текст, динамические и темповые обозначения на несколько тактов вперед. Предвосхищать развертывание музыкального произведения, предугадывать хотя бы в самых общих чертах его ближайшие моменты. Второй пункт – это владение навыками игры в ансамбле. Оба музыканта, и солист, и пианист становятся равноправными членами ансамблевого единства. Это очень важно. Здесь, в центре, находится профессионально-творческое общение двух личностей – концертмейстера и солиста. Так называемое аккомпаниаторское чутье позволяет гибко соотносить собственное, индивидуальное представление в прочтении произведения с пожеланиями и возможностями, предложенными партнерам. И это является необходимым условием успеха в работе. Как сказал Шендерович, аккомпанемент часто договаривают невысказанные солисты. Действительно, ансамбль предусматривает саженность игры солистов и концертмейстера, единство штрихов, динамики, звуковой баланс между инструментами. В работе с учениками концертмейстер создает опору и поддержку юным солистам. Концертмейстер выступает в качестве организатора музыкального процесса и времени, что роднит его профессию с профессией дирижера. Умение держать в руках солиста правильно расставленные звуковые и смысловые акценты произведения, выдержанные аутстакты. Такими дирижерскими навыками следует обладать для успешной работы ансамблевой игры. Концертмейстер должен быстро и точно поддержать солиста в его намерении, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, поддержать кульминации, но вместе с тем, при необходимости, быть незаметным и всегда чутким его помощником. При игре ансамбле следует исходить из профессиональных и природных данных ученика, как я уже говорила выше. Следующий навык – это транспонирование. Важным навыком для концертмейстера класса духовых инструментов является транспонирование. Очень много есть произведений для духовых инструментов, которые требуют транспонирования. Это для и саксофона альта, и для саксофона сопрано, кларнета и других инструментов. Ну, а теперь непосредственно переходим к теме о специфике работы концертмейстера в классе духовых инструментов. Что же там действительно такого важного? Класс духовых инструментов отличает обилие и разнообразие инструментов, каждый из которых отличается особенностями строения и звукоизвлечения, спецификой исполнения, которые концертмейстер должен учитывать при аккомпанементе. В основе обучения детей игре на духовых инструментах лежит воспитание музыканта в самом широком смысле этого слова. Обучающийся активно участвует в различных концертных мероприятиях, и концертмейстер постоянно должен быть в состоянии концертной готовности. Репертуар отделения духовых инструментов разнообразен по содержанию. Значительный объем занимает произведения эстрадного и джазового характера. Музыка сложнейших ритмических сочетаний. Здесь особенно необходимы такие навыки творческого музыцирования, как транспонирование и чтение с листа сложных конфигураций, умение держать тель и метроритм. Из технических приемов звукоизвлечения предпочтительны пальцевая атака, максимально весовая игра от плеча. Часто тембральная окраска в своем воплощении на рояле зависит от регистра. При аккомпанировании духовым инструментом нужно учитывать возможности аппарата солиста, контролировать чистоту строя духового инструмента с учетом разогрева, а также особенности конкретного инструмента. Сила и яркость фортепианного звучания в ансамбле, например, с кларнетом или саксофоном может быть больше, чем при аккомпанировании плети или фабута. При инструментальном аккомпанементе особенно важна тонкая слуховая ориентация фианистов, так как подвижность струнных и деревянных духовых инструментов значительно превышает подвижность человеческого голоса. Соответственно, и темпы аккомпанемента могут быть значительно быстрее. Например, мы знаем, что игра на саксофоне напоминает вокальное пение и находится в тесной связи с человеческим дыханием, выразительными интонациями человеческой речи. Может передать музыке и радость, и горе, печаль и задумчивость. Для того, чтобы достичь этого, пианист должен хорошо знать особенности инструмента, разбираться в таких понятиях, как глиссанда, портамента, субтона и других. Помочь солисту-духовику понимании и применении фразировочных лик, штрихов, цезур, образовавшихся при этом динамических линиях и использовать все это во время игры. В основе игры на духовых инструментах лежит дыхание. Это, как бы, наверное, самая главная составляющая. Сложности заключаются в правильном выполнении обеих фаз вдоха. Необходимо добиться правильного ощущения торможения и задержания воздуха вдоха. Действительно, когда начинаешь играть с духовиками, особенно в начале произведения, да и на протяжении всего произведения, где-то в начале частей, между тактами, и уже сам начинаешь бешать, как ученик. То есть полностью выливаешься в него и уже становишься единым с ним целым. Атака. Это начало звукоизвлечения. Тоже одна, как бы, составляющая. Она занимает незначительную для слуха, почти неуловимую часть длительности к порядка сотых доли секунды. Задача концертмейстера уловить мельчайшие нюансы взятия и продолжительность с дыханием. Ну, вот то, что я как бы сейчас сказала. Также особое место занимает динамика. Динамика важна для концертмейстера и солиста, как в достижении музыкально-смыслового образа, так и в достижении баланса звучания. Следует учитывать степень общего и музыкального развития ученика, его техническую оснащенность, наконец, возможности конкретного духового инструмента, на котором он играет. В произведениях, в которых партия рояля является типично аккомпанирующей, солист всегда играет ведущую роль, несмотря на то, что по своему артистическому уровню он является как бы слабым партнером. в этих условиях хороший концертмейстер не будет выставлять на показ преимущества своей игры, но опять-таки он будет подчеркивать наиболее сильные стороны игры партнеров, то есть ученика. Все зависит от данного конкретного духового инструмента. Например, во время исполнения произведения для фортепиана и саксофона опять берем пример саксофон фортепианная партия звучит несколько бледно, поэтому ей предназначена роль оркестра, где используется плотное многослойное фактурное изложение, четырехзвучные аккорды, октанные басы, педаль. Из динамических оттенков наиболее часто используются партиссимо, порты. Исполнять такую насыщенную фактуру концертмейстеру помогает опыт владения техническими приемами звукоизвлечения. Как я уже говорила раньше, это и пальцевая атака, и максимально весовая игра от плеча. Концертмейстеру важно уметь играть ярко, но вместе с тем не противоречить солисту, а также уметь одновременно держать баланс звучания и по вертикали, и по горизонтали. Задачи, встающие перед концертмейстером и солистом на заключительных этапах работы, в какой-то период перерастает нечто большее, требует далеко не профессиональных задач. Например, создание во время занятий хорошего настроения, это тоже как бы влияет и на самого ученика, и на концертмейстера, и на то, как он будет брать дыхание, если он начнет нервничать, естественно, уже неправильно будет брать дыхание и так далее. Ну, как бы, опираясь на личный опыт и на научный анализ наблюдений, можно сделать вывод, что существует механизм обратной связи между дыханием и общим самочувствием солиста-духовика. Это позитивный настрой. При отрицательных эмоциях часто нарушается ритм дыхания, и оно становится стесненным, напряженным, а напряжение во время игры, то есть дыхательного аппарата солиста-духовика просто недопустимо, так как они находятся в прямой зависимости. Всему этому способствует внутренний контакт ассамблистов, который поможет и хорошему исполнению, и пониманию смысла музыки, заложенного автором. Также особое внимание следует удивить особенностям концертных и экзаменационных выступлений с учениками духового отделения. Выдав на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре раньше своего младшего партнера, если они начинают одновременно. Для этого сразу после настройки музыкального инструмента нужно положить руки на клавиатуру и внимательно следить за учеником. но бывает так, что это больше всего касается малышей, не успел ты только поставить руки, он начинает уже играть. И, конечно, это может застать концертмейстера врасплох. нужно нужно как можно раньше еще в классе научить учащегося показывать концертмейстеру начало игры. Это умение не у всех появляется сразу, то есть или кивком головы, или взятием дыхания, чтобы как бы было это единое целое. Иногда пианисту бывает необходимо самому показать вступление, но делать это надо в порядке исключением. Потому что если ученик привык к такому вступлению, то он уже как бы отвыкает от самостоятельности и теряет необходимую для солиста инициативу. Случается, что ученик, несмотря на неплохую подготовку в классе, не справляется на концерте с техническими трудностями произведения и отклоняется от темпа. Не стоит резкой акцентировкой подгонять и так уставшего и расстроенного солиста. Это ни к чему не приведет, кроме остановки исполнения. Концертмейстер должен неотступно следовать за учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает паузу или удвиняет их. Например, если солист фальшивит, концертмейстер может попытаться вести его в русло чистой интонации. Если фальш возникла случайно, но ученик этого не услышал, можно резко выделить в аккомпанементе родственные звуки, чтобы сориентировать его. Если фальш не очень резко, но продолжительное, то следует наоборот, спрятать все дублирующие звуки в аккомпанементе и этим несколько сгладить неблагоприятное впечатление. Также очень распространенным недостатком ученической игры является спотыкание, и концертмейстер должен быть к этому готов. Для этого он должен знать, в каком месте текста он сейчас играет, и не отрываться надолго от ноты. Нередко ученики пропускают несколько тактов. Быстрая реакция концертмейстера, подхват солиста в нужном месте, сделает эту погрешность почти незаметной для большинства слушателей. Более коварной ошибкой является другая. Например, пропустив несколько тактов, добросовестный ученик возвращается к этим тактам и начинает играть заново. Даже опытный концертмейстер может растеряться от такой неожиданности. Но в течение времени вырабатывается внимание к тексту и способность сохранять ансамбль с учеником в любой обстановке. Действительно, когда уже долго работаешь и уже привыкаешь к такой работе с духовиками, ты уже как бы третий глаз это не скажешь, но начинаешь уже видеть и свою партию и партию солиста и уже ты ловишь его с того места, где он остановился. Иногда даже способный исполнитель на духовом инструменте запутывается в тексте настолько, что приводит к остановке звучания. Концертмейстеру в этом случае следует сначала применить музыкальную подсказку, играв несколько нот мелодии. Если это не помогло, то надо договориться с учеником, с какого места продолжить исполнение и дарь и спокойно довести пьесу до конца. Выдержка концертмейстера в таких ситуациях позволит избежать образования у учащегося комплекса боязни эстрады и сцены игры на память. Концертмейстер должен владеть отличной фортепиарной техникой, набором специфических фортепиарных приемов, так как фортепиарная соло, композиция для духовых инструментов с аккомпанементом достаточно виртуольна. Едва ли не самым частым камнем преткновения в аккомпанеме является агогика исполнения. В формальном отношении агогика представляет собой ускорение или замедление движения применительно к фразам или более крупным построениям. Термины агогики понятны, но мельчайшие агогические отклонения, содействующие естественности и выразительности, не подвержены каким-либо обозначениям. Воспроизведения и должны проявиться вкус, музыкальная чуткость, индивидуальное ощущение, эмоциональность исполнительна. Такая способность ассамблиста также очень важна. Ну, конечно, это очень обширная тема и можно очень долго о ней говорить. Ну, наверное, я на этом буду заканчивать свой доклад. И в заключении хочу сказать, что в работе концертмейстера возникает большой круг вопросов, несмотря на то, что сам концертмейстер уже владеет определенными навыками и знаниями. Каждому концертмейстеру приходится самостоятельно домысливать, чтобы дойти до истины. Поэтому я считаю, что решающее значение на этом поприще имеет самообразование, собственное профессиональное пытливость, умение извлекать по крупицам опыт из работы в разных уголках музыкального искусства. творческая деятельность концертмейстера объединяет исполнительскую, педагогическую, организационную составляющую, причем музыка выступает в качестве реального, самостоятельного, художественного процесса. В процессе работы над музыкальным произведением и его концертного или экзаменационного исполнения солист и концертмейстер представляют собой целостное, невелимое музыкальное единственное. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая порой не приносит внешнего успеха, ведь работа его в большей степени всегда остается в тени. Творческая собранность, воля, бескомпромиссность художественных требований, неуклонная устойчивость и ответственность достижения нужного художественного результата, именно эти качества представляются наиболее важными для концертмейстера. Также следует констатировать, что концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Я считаю, что концертмейстер это действительно от Бога. Если это дано, то ты только можешь усовершенствовать свои навыки. Если же, как говорится, этого не дано, то научиться быть хорошим концертмейстером это очень сложно и очень трудно практически невозможно. Это или дано, или не дано. Не каждый пианист может стать хорошим концертмейстером. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания. Однако работа концертмейстера уникальна и увлекательна. Его роль в учебном процессе детских музыкальных школ неоспоримо велика, а владение совершенств комплексом концертмейстера повышает востребованность пианиста в разных сферах музыкальной деятельности от домашнего музицирования до музыкального исполнительства. Ну, на этом свою часть, скажем так, то, что прочитано, я заканчиваю. И для вас мы хотим как бы подготовили небольшой мини-концерт, покажем вам четыре инструмента духовых, то, что нам как бы удалось по техническим возможностям и показать вот это единство между концертмейстером и учеником. А получилось это у нас или не получилось, тут уже судить вам, дорогие коллеги. Итак, первым у нас будет выступать нашим мини-концертмейстом. Даша. Нагорная Даша. Даша, какой ты у нас класс? Шестой класс. Даша у нас будет играть, ну, мы вместе с ней будем играть произведение, которое называется Оливковая веточка. Оливковая веточка. Оливковая веточка. Оливковая веточка. Оливковая веточка. Оливковая веточка. Играет музыка Играет музыка Играет музыка В дальнейшем мы сыграем произведение, которое называется «Адажил от Бенула» Играет музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подожди, подожди, у учеников своих, чтобы зафиксировать наше заключение. Сегодня мы вам показали болторну, трубу, плиту, к сожалению, Даша, и саксофон. Всех благодарим за внимание. На этом наш концерт и мой доклад закончен. До новых встреч! Спасибо! Спасибо! Спасибо!